Сегодня стартовал пятый сезон конкурса «Лидеры России». Это уникальный проект, задача которого – поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны. Как заявил первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко, любой кризис, любые масштабные изменения – это время возможностей для страны и для каждого человека. Мир стремительно меняется. Все, что сейчас происходит, это такие глобальные изменения в мире, и переждать их нельзя. Вот самая большая ошибка во время таких перемен – это попытаться отсидеться, подождать, что все наладится, будет как раньше. Нет, все будет по-другому. Ну и единственный способ, когда происходят такие глобальные изменения, это участвовать в управлении изменениями. Масштабные серьезные задачи решаются… Кириенко также отметил, что сегодня финалисты и победители конкурса прежних лет участвуют добровольцами в спецоперации, помогают в госпиталях, работают в органах управления в новых регионах. Лидеры России – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», созданный по инициативе Владимира Путина. Принять участие в конкурсе могут руководители из России и других стран до 55 лет с опытом управления от двух лет. Согласно статистике, более трети участников – это представители малого бизнеса и начинающие предприниматели. Особо отличившиеся финалисты заняли ответственные руководящие должности, а несколько человек стали заместителями федеральных министров и даже губернаторами. Почему этот сезон лидеров будет отличаться от других, как подать заявку и что о конкурсе рассказывают сами участники – об этом в репортаже Алексея Прокина. Некоторые цеха Хабаровского судостроительного завода помнят, как со стапелей на Дальнем Востоке спускали первые суда. Разные эпохи здесь будто слиты воедино. Но фраза «наш труд тебе – родина» сказана на все времена и задачи Сергея Королева, как он сам ее видит – сделать труд заводчан привлекательным и эффективным. Это не самоходный землесос, который будет вести на углубительные работы на реке Амур. Заложили его в середине прошлого года и в конце следующего года, 2024, он будет сдан. Тезка знаменитого ракетостроителя в должности главного инженера суда строительного завода уже успел запустить производство несколько сложных проектов. Параллельно увлекает своей работой молодежь. Новые горизонты Сергею Королеву открылись после того, как он сам выдержал сложный экзамен, победил в конкурсе «Лидеры России». Занимаемся тем, что продвигаем судостроение в школах, в институтах, в колледжах, с тем, чтобы детки в будущем видели себя будущими судостроителями. Я считаю, что это очень важно, потому что мы должны готовить кадры уже сегодня. Пятый сезон конкурса управленцев будет отличаться от всех предыдущих. О том, что участников ждут интересные нововведения, в том числе в механике конкурса, рассказал генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Суть же конкурса остается прежней. Ее неоднократно формулировал в том числе Владимир Путин. Президент не скрывает, что на конкурсантов он рассчитывает и сам. Победители конкурса за предыдущие годы – это министры, заместители министра, доказавшие свою компетентность в тех сферах, в которых они эффективно работают на протяжении многих лет. Думал ли Иван Кусов, что возглавит Министерство образования и науки Луганской народной республики? Нет, конечно, не думал. Будучи проректором Севастопольского государственного университета, Иван занимался созданием в Севастополе технологической долины. Но новый для себя вызов принял и в сентябре прошлого года учебный год в республике начался, как и по всей стране, с торжественных линеек, несмотря на всю сложность обстановки на Донбассе. И вот это сообщество лидеров России, которое разделяет эту ответственность за всю страну и любит свою страну, любит новые уже субъекты Российской Федерации здесь, удовлетворяются сюда приезжать, это дорогого стоит. Это, наверное, самое главное, что ты приобретаешь участие в этом конкурсе. Наработками по организации при вузах научно-технологических площадок, куда можно привлечь инвесторов, Иван Кусов делится сегодня с университетами в Луганске. Через горнило конкурсных испытаний прошли сотни тысяч управленцев. 14 тысяч стали полуфиналистами и 419 человек победителями. Это победители прошлого года, а здесь регионы, которые они представляют, в которых работают, за благополучие которых каждый из этих людей радеет и болеет всей душой. Есть среди победителей и управленцы из-за границы. Конкурс помог управленцам узнать друг о друге, выстроить, как бы сказали социологи, горизонтальные связи и в любой момент позвонить из Карелии, например, в Омск, или из Иваново, в Севастополь, чтобы обменяться опытом. Конкурс лидера России с самого начала был больше, чем инструмент карьерного роста и социальный лифт. Сегодня это уже очевидно. Находясь за тысячи километров от Москвы, в Новосибирске Людмила Некрасова постоянно на связи с премьер-министром. Михаил Мишустин – наставник, победительница третьего сезона конкурса. Академгородок Новосибирского университета премьер несколько лет назад посещал лично. Сейчас там на базе физико-математической школы, которую возглавляет Людмила, строится кампус мирового уровня. И вообще, как говорит директор, она руководит лучшей школой страны. Михаил Владимирович – очень дисциплинированный наставник. Конечно, я удивлена, что человек при такой занятости находит возможность уделять время нам, своим наставляемым. Конкурс лидера России сегодня, он уникален. Для любого человека это возможность вырасти, вырасти профессионально, взглянуть за горизонт. Горизонт у каждого победителя свой, но после участия в конкурсе он становится много шире. И это объективный факт, подтверждает который хотя бы то, что за 4 сезона больше 400 управленцев получили назначение на самые высокие должности. И как Илья Менщиков ставит перед собой самые амбициозные цели. Игорь, можешь мне дать, пожалуйста, царбент. Как раз у нас Игорь работает сейчас над внедрением этого блока. Значит, это представляет собой себя пористый углерод, который с высокой емкостью позволяет впитывать, ну, скажем так, молекулы метана. Метан – это у нас основной компонент природного газа. Аккумуляторы мы такие уже сделали. Некоторые из них уже проходят сейчас испытания. То есть мы максимально приближаемся к их внедрению, стараемся их воплотить в жизнь. Работа Ильи – очередной показательный пример того, как лидеры меняют мир. Также названный марафон, который запущен платформой «Россия – страна возможностей», в котором может участвовать вообще каждый желающий. Лекторы марафона рассказывают обо всем, что пригодится в жизни, начиная с работы в команде, заканчивая развитием силы воли. Еще одна возможность – проверить и поверить в себя. Алексей Прокин и Елена Алферова, телекомпания НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова